Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале нового месяца, ну и соответственно новой недели, когда мы традиционно снова погружаемся в финансовые рынки, смотрим за фундаментальной составляющей, поскольку от нее традиционно отталкиваемся, ну и конечно же продолжаем двигаться по пути тех инвестиционных идей, которые мы поставили очень много месяцев назад и по некоторым еще никак не можем добраться до наших профильных ориентиров. Но рынок такой, вы понимаете, то что не совсем традиционное обычное поведение, для него самое главное, что есть волатильность, наверное для площадок это ключевое, что только имеет значение для всех трейдеров и поскольку у нас есть соответствующий фундамент, у нас есть ЕЦБ, у нас есть ФРС, есть периодически появляющиеся и возникающие сюрпризы со стороны других регуляторов, поэтому в принципе материалы, чтобы анализировать и отторговывать на рынке у нас достаточно. Сегодня мы традиционно поговорим о, по сути, прошлой торговой сессии, но поскольку вы знаете, что на прошлой неделе состоялся семинар в Санкт-Петербурге, хочу воспользоваться возможностью поблагодарить всех тех, кто на нем присутствовал, было все замечательно, рад был со многими познакомиться лично, думаю, что мы продолжим практику подобных поездок и тем более будем устраивать клубные дни, скажем, по торговым интересам. Выпал я на несколько дней на прошлой неделе из-за такого тотального анализа, но обещал вам, что мы уже в понедельник вернемся, соответственно, к прошедшим торговым сессиям, которые мы пропустили и поговорим о них подробнее. Поэтому сегодня, с вашего позволения, давайте все-таки коснемся не только торговой сессии пятницы, но и посмотрим еще на торговую сессию среды и четверга, тем более, что ФРС у нас как раз было в прошлую среду. И не забывайте о том, что сегодня только уже не в 15.30 по московскому времени, а в 16.30 состоится мой традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы снова посмотрим на основные события прошлой недели. Поглядим, на что стоит обратить внимание в ходе предстоящей торговой пятидневки. Она будет очень интересная, можно посмотреть даже содержание экономического календаря, потому что у нас целый блок макроэкономических отчетов по состоянию американского рынка труда. Поэтому на этой неделе об этом фоне мы поговорим подробнее, потому что понимаем, что сейчас у нас по-прежнему одной из ключевых идей остается потенциальный рост доллара, и нам нужно искать как раз топливо для того, чтобы кататься вместе с американцем по вот этому пути восходящего ралли. Но это также уже в будущем. Что касается сценария, в принципе, я уже отметил, это основные события прошлой недели, события, на которые нужно обратить внимание в ходе предстоящей пятидневки. Ну и традиционным слайдом, вы знаете, я обозначаю конкретные ценовые ориентиры по самым популярным валютным активам. Поэтому в 16.30 по московскому времени сегодня специально перенес на час вперед, потому что обещал, что будем все-таки адаптировать время под всех, потому что понимаю, что чисто физически не у всех есть возможность присутствовать в 15.30 по московскому времени на вебинаре, потому что приходится работать, конечно же, это традиционная жизненная практика. Будем смещать время, и как только я пойму, что вот та золотая середина найдена, это самое оптимальное подходящее время, тогда на нем и остановимся. Сейчас в 16.30 по московскому времени, если посещения будут недостаточные, и я пойму то, что можно все-таки еще больше подстроиться под всеобщее внимание, значит сместим на 17.30, а может быть даже еще позже. В любом случае, как и всегда, жду от вас обратной связи, фидбэка. Если есть более подходящее время, вы, конечно же, мне об этом должны сообщить, потому что я ориентируюсь прежде всего на вас. Ну а теперь давайте начинать. Сегодня нам есть действительно о чем поговорить. Начнем мы традиционно, давайте, с нефти. Последние три торговые сессии. Это уверенное бычье ралли, которое показывают и Brent, и WTI, в частности, закрытие торговой сессии пятницы 34.71, сейчас 35.27. Если в целом сейчас не цепляться конкретно за ценовые ориентиры, а продемонстрировать, опять же, весь ход о нефти за прошедшую неделю, можно сказать то, что Brent умудрился набрать практически 40, может быть даже чуть больше процентов дополнительной стоимости. Это очень многое. Возможно, даже чрезмерное бычье ралли, тем более, что мы понимаем, что в основу этого роста не ложатся никакие серьезные факторы, которые реально могут цивилизировать о том, что негативный и понижательный тренд по нефти осломлен. Это не так. В частности, говоря про отчеты прошлой недели, на которые мы смотрим традиционно, анализируя нефть, это динамика по запасам нефти США. Сначала у нас, вы помните, частная оценка API, потом мы переключаемся на данные от Минэнерго США. API прирост 11.4, что касается официальной статистики, здесь также увеличение, плюс 8.3 миллиона. Обычно эти, скажем, такие приросты и такая статистика выступают серьезным фактором для разгрузки Brent, но на прошлой неделе мы этого не видели, а значит, вывод напрашивается сам собой. Все-таки в рамках этого актива были те факторы, которые позволяли ему расти. Возможно, трейдеры позитивно отреагировали на факт, опять же, на статистики от Минэнерго США о том, что объемы производства нефти в Соединенных Штатах Америки за прошлую неделю снизились на 14 тысяч баррелей в сутки. До фактического объема 9.22. Но я хочу сказать то, что 14 тысяч – это капля в море. Это ничтожное значение, и оно точно не способно осломить вот этот факт чрезмерного гиперизбыточного предложения, которое продолжает, в принципе, если говорить о тенденциях увеличиваться и в рамках американской экономики. Но, наверное, если говорить конкретно уже, что же стало причиной буста и роста бренда, это продолжающиеся спекуляции, обсуждение того, что ОПЕК с прочими производителями все-таки могут собраться по печейку и обсудить снова возможность выработки солидарной позиции, общего, комплексного, совместного, скажем, решения, которое будет направлено на стабилизацию рынка энергоэсурсов и восстановление стоимости на нефтяной актив. Обсуждали мы это еще в начале прошлой недели. Знаем то, что слухи действительно на рынке присутствуют. В частности, еще министр энергетики России в пятницу подтвердил то, что в феврале такая встреча возможна. Но я хочу сделать акцент на следующий факт. То, что даже если эта встреча пройдет, как я уже отмечал, не стоит ожидать каких-то прорывных решений. Потому что если бы ОПЕК, ближний восточный картель действительно был бы заинтересован в том, чтобы снизить объемы производства, а нас, прежде всего, интересует снижение факта производства с их стороны, они бы сделали это очень давно. Еще даже на декабрьском заседании. Да даже после того, как бренд оказался ниже 50 долларов за баррель. Однако после того, как бренд просел ниже этой отметки, мы увидели 40, 30 и ОПЕК по-прежнему бездействовал. Поэтому вот эти заявления, которые появляются сейчас в средствах массовой информации, особенно после конференции и всеобщего форума, который прошел на прошлой неделе, якобы о том, что ОПЕК крайне заинтересован в том, чтобы солидарная позиция была выработана, потому что это соответствует стратегическим и тактическим решениям лидеров, глав государства мировой экономики, которые заняты в аналитическом секторе. Потому что если промедлить сейчас с этим решением, инвестиции в аналитический сектор продолжат снижаться, и капитализм в ближайшие пару лет не доберет несколько десятков триллионов долларов. И, соответственно, мировая экономика не сможет нащупать дополнительные драйверы для роста. Я думаю, что это, скажем, ну да, терминология, это те заявления, которые не имеют ничего общего с действительностью, это просто пыль в глаза, и по факту мы знаем то, что ОПЕК прежде всего руководствуется необходимостью сохранить собственную долю на финансовых рынках в плане поставок уже энергоресурсов. И от этого посыла в ближайшее время отказываться не собирается. И тот факт, что до сих пор мы не увидели ни снижение квоты производства, тот факт, что мы, напротив, каждый месяц наблюдаем прирост даже фактического производства, указывает на то, что ОПЕК, может быть, замахивается даже на цель не сохранить собственную долю на рынке энергоресурсов, а, может быть, даже увеличить. И здесь бы очень не хотелось бы, чтобы Россия через, возможно, опять же, совместную солидарную позицию о необходимости снижения объемов производства не попала, так сказать, в просаг. Потому что, если вы помните, около года назад мы также обсуждали возможности снижения производства в рамках российской экономики нефти, чтобы хоть как повлиять на цены. И я тогда сделал также ремарку в сторону того, что если Россия, опять же, совершит такую ошибку, снизить объемы производства, то Саудовская Аравия легко может заместить эту долю и еще больше, соответственно, расширить свою экспансию, ну и, соответственно, нарастить объемы производства. Может быть, ОПЕК именно этого и добивается. Потому что даже в рамках Саудовской Аравии есть производственных мощностей еще на несколько миллионов баррелей в сутки. А если Россия все-таки снизится, Саудовская Аравия быстро займет эту долю. И тогда, когда Россия спохватится, чтобы вернуть, опять же, прежнюю часть рынка, поздно уже будет. Потому что святое место пусто не бывает. И если это место займут, а его непременно займут, потом уже, соответственно, ничего сделать не удастся. Не хочется, конечно же, думать о том, что на самом деле это и есть вот эти латентные, скрытые планы со стороны ближневосточного картеля. Но я все-таки допускаю момент такого лукавства со стороны той же самой Саудовской Аравии и все-таки придерживаюсь этого сценария. Потому что для меня ключевой фактор поддержки этой идеи заключается в том, что Саудовская Аравия до сих пор не снизила объемы производства, не собирается это делать. И периодически, так в кулуарах, опять же, и в тени средств массовой информации, мы получаем подтверждение и даже заявление о том, что ОПЕК готов прекрасно работать и неплохо себя чувствовать даже в случае снижения цен на нефть до 10 долларов за баррель. Поэтому, если эта встреча и пройдет, я не думаю, что она будет какой-то судьбоносной для нефти, потому что решение фактически не последует. Да и против того, что какое-то решение может быть выработано, может еще указывать очень разные позиции даже России и ОПЕК по вопросу Сирии. Это еще один момент, который настраивает нас уже и на политические риски, и только исходя из этих рисков, наверное, солидарного решения никакого не будет. Поэтому сейчас резюмируем. Нефть растет. Растет только исключительно на слухах, на ожиданиях возможности стабилизации ситуации и возможного в перспективе восстановления. Мы все-таки больше и традиционно руководствуемся цифрами и фактами, и сейчас у нас нет ни единого, опять же, факта и цифры, которые позволили бы нам четко сказать о том, что негативный тренд по нефти осломлен. Поэтому остается дождаться, пока быки наиграются, будут довольны тем результатом, который им удастся показать по этому активу. Дальше снова мы увидим снижение и возвращение бренда ниже 30 долларов за баррель. Я думаю, что это также вопрос самого ближайшего времени. И все будет зависеть от того, насколько сильным будет разочарование от того, что солидарной позиции по, опять же, восстановлению цен на рынке энергетической конъюнктуры, как таковой, не будет. Что касается российской валюты. Котировки 75,54 на текущий момент. Понятно, укрепляется нефть, а рубль также восстанавливается. Вы знаете то, что на прошлой неделе состоялось заседание Центрального банка, где снова пересматривали параметры денежно-кредитной политики. Трейдеров интересовало вопрос, а что будет со ставкой? Если бы к этому моменту нефть не сыграла, опять же, на руку коммунитарному руководству, значит, по факту, опять же, прошедшего заседания с большой долей вероятности мы увидели бы снова повышение процентной ставки. Да, последствия крайне негативные. Но здесь нужно все-таки понимать, что Центральный банк России был бы вынужден выбирать меньшее зло. Потому что иначе остановить еще большее давление на курс российской валюты попросту бы не удалось. Ставку решили оставить на прежнем уровне, потому что к этому моменту и рубль уже оказался ниже 80 против доллара. Сейчас еще есть оптимистичное ожидание того, что нефть продолжит расти, а значит рубль будет укрепляться. Снижение процентной ставки также не последовало, потому что есть и негативные последствия, вследствие дополнительных мер экономического стимулирования. И вы знаете то, что в рамках российской экономики этот шаг может стать причиной разгона индекса потребительских ценных инфляций, которые по-прежнему находятся на двузначных уровнях. Это крайне много. Поэтому здесь, наверное, какой бы шаг Центральный банк не предпринял, какое бы действие не использовал в плане своей монетарной решительности, оно было бы крайне негативным для экономики. Поэтому сейчас самое лучшее это держать ставку на тех уровнях, на которых она находится, то есть 11%. Продолжаем следить за новостным фоном. Сейчас для российского валютного актива по-прежнему определяющим инструментом является нефть. Если мы ждем разворота по Brent, значит те, кто сейчас по-прежнему держит доллары и, соответственно, не верит в будущее российского валюты, вы все правильно делаете, потому что худшие времена еще не позади. И мы снова можем оказаться выше 80 против доллара. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Здесь чуть подробнее остановимся, потому что нужно подвести итоги, опять же, заседания ФРС. Я предлагаю, в принципе, даже тотально охватить этот фундаментальный фон и посмотреть, каким образом он сказывается на динамике американца и европейского валюта. Тем более, что нас интересуют пары евро-доллары и доллары-японская иена. Европейская валюта против доллара. Мы видели то, что на прошлой неделе по факту позитива, который присутствовал на рынке вследствие решения ФРС, предпринимались даже попытки снова оказаться рядом с сопротивлением 1.10. Но рога быкам обломали на уровне 1.0950. И произошло это вследствие того, что на рынке не дремали медведи, которые руководствуются, опять же, старым фундаментом, который можно сейчас сравнить с настоящим пороховым таким зарядом, который в любой момент может неплохо разгрузить позиции главного валютного риска. Говоря про евро и в целом тот фундамент, с которым европейская валюта имела дело на прошлой неделе. Сразу несколько отчетов и все они в красном секторе. Если вам интересно, вы можете посмотреть, в принципе, статистику, которая была опубликована на прошлой неделе и сравнить с историческими показателями. Вы сможете увидеть то, что это многомесячные минимумы. В частности, индекс настроения потребителей, индекс настроения в экономике, в сфере услуг, индекс оптимизма в промышленном секторе. Четыре важных макроэкономических отчета, которые, в принципе, указывают на состояние экономики и готовят нас к будущим показателям по ВВП, хуже некуда. Далее был отчет по индексу потребительских цен Германии. И здесь крайний показатель дефляции, потому что отчет просел до минус 0,8%. И в целом, как только я увидел эту статистику, я уже был абсолютно уверен в том, что и общий показатель инфляции в рамках валютного блока также будет находиться на крайне низких значениях. И каково же было мое удивление, когда в пятницу я наблюдал совершенно другую статистику. После прошлого отчета 0,2% мы увидели фактическую цифру 0,4%. Такое ощущение, что те ведомства, которые стоят за публикацией этой статистики, получили какие-то директивы от Европейского Центрального Банка. И главная директива сводится к тому, чтобы не нужно сейчас провоцировать чрезмерную панику, раздувать еще больше вот эту турбулентность, которая на них, на этих рынках присутствует, чтобы не создать каких-то неприятных последствий, в том числе и для экономики. Может быть, это говорит о том, что мы все-таки увидим сползание показателя в зону дефляции, но это будет происходить постепенно. Не так резко, как вот в частности с индексом потребительских цен в рамках Германии. Я не сомневаюсь в том, что мы увидим низкие значения, но по крайней мере рядом с нулем. И как только это произойдет, значит наша уверенность в том, что ЕЦБ не будет дремать и все-таки расширить программу количественного смягчения, она будет еще более выраженной. Мы настраиваемся, как я уже отметил, на мартовское заседание и полагаю, что это прорывное и судьбоносное решение может быть анонсировано как раз в этом месяце. Что касается ФРС, ключевым отчетом прошлой недели, конечно же, если бы у нас была возможность закрыть глаза на решение со стороны Банка Японии, стало, конечно же, заседание американского мегарегулятора. Ставка, как вы знаете, оставлена на прежнем уровне 0,5%. До, опять же, заседания ФРС был опубликован еще очень сильный отчет по рынку недвижимости. Количество продаж новых домов увеличилось больше, чем на 10%. Даже за весь 2015 год мы также видим уже серьезный прирост больше 14%. Поэтому перед ФРС я был фактически уверен в том, что из-за реального восстановления, которое характерно для рынка труда и недвижимости, все-таки есть вероятность услышать более жесткие комментарии со стороны американского мегарегулятора. Но вы знаете то, что по факту те комментарии, которые мы услышали, они носили более мягкий подтекст, нежели жесткий, потому что ФРС сделал ставку, а точнее, лучше сказать, признал ту волатильность, которая имеет место быть на финансовых площадках и отметил то, что глобальный всеобщий экономический спад негативным образом сказывается и на экономике США. Поэтому у нас, конечно же, будет возможность снова вернуться к спекуляциям на тему ожиданий дальнейших агрессивных шагов ФРС по повышению процентной ставки. Мы по-прежнему настраиваемся на то, что в этом году ФРС, наверное, трижды как минимум поднимет процентную ставку. Но для того, чтобы убедиться в этом точно, нужно, чтобы ФРС, опять же, исключил из своей риторики и формулировок намеки на то, что ориентируются на мировую экономику. Нужно, чтобы ФРС следил, прежде всего, за национальной статистикой. Также американский мегарегулятор признал то, что, опять же, последние тенденции, которые имеют место быть для мировой экономики, стали причиной снижения темпов роста экономики США. И вследствие этого есть давление на потребительскую активность, на индекс потребительских цен. Поэтому целевой показатель, наверное, придется дождать, с точки зрения, подождать больше времени, чтобы он достиг, опять же, двух процентов. После того, как эти комментарии были анонсированы, мы тут же увидели, как доходности американских трежерис поползли вниз. В частности, многомесячные минимумы 2% по десятилеткам, что стало причиной, опять же, ослабления позиций доллара. И рисковые инструменты этим сразу же воспользовались. Собственно, это была последняя возможность для европейской валюты добраться до уровня 1.10. Но, как вы знаете, эта попытка не увенчалась успехом. Подтверждение слов ФРС касательно того, что слабости мировой экономики сказываются на США, выступили данные по ОВП, которые были опубликованы в конце прошлой недели. Фактическая цифра, но и целых 0,7% с прошлого роста в 2%. Но негативить по этому поводу ни в коем случае не нужно, потому что американская экономика по-прежнему остается самым динамично растущим регионом среди развитых рынков. И я думаю, что статистика будет улучшаться. И мы с вами продолжим готовиться, опять же, к более высоким процентным ставкам в рамках ФРС, более жесткой денежно-кредитной политики, что в целом будет выступать неплохой поддержкой для доллара. Нам нужна цель по паре USD на 125. И здесь уже можно плавно перейти на Банк Японии, потому что тот новостной фон, который пришел с этого региона, он, по сути, оказался со знаком молнии. Это серьезное событие, это настоящая фундаментальная бомба, и вы помните, что мы к ней готовились. Я отмечал то, что Банк Японии в начале прошлой недели, в пятницу, может анонсировать дополнительные меры экономической поддержки, потому что того требует ситуация. До этого у нас были данные по состоянию рынка труда, по инфляции, по состоянию экономики в целом. И все отчеты оказались на гораздо более худших значениях, чем позапрошлый месяц. Инфляция по-прежнему находится рядом с нулевыми отметками. Я после этого сразу же настроился на то, что Банк Японии, скорее всего, больше не будет, опять же, тянуть резину, и, наверное, анонсирует тот шаг, который от него ожидают очень давно. Я, честно говоря, надеялся, что Банк Японии расширит программу количественного смягчения. Но то, что мы услышали, по факту не очень-то сильно отличается от столь агрессивного шага стимулирования. И в целом, также этого инструмента достаточно, чтобы убедить нас в том, что японская валюта будет дальше ослабеть. Как вы знаете, Банк Японии ввел отрицательные процентные ставки по депозитам, и, по сути, теперь ставка равна минус 0,1%. Напомню, что точно на такие же меры когда-то пошел сначала Европейский Центральный Банк, потом спустя несколько месяцев осознал то, что этого инструмента недостаточно, и снизил процентную ставку по депозитам до минус 0,3%. И сейчас более других инструментов, по сути, в арсенале ЕЦБ не остается, кроме как расширения программы количественного смягчения. Но факта пока снижения ставки по депозитам в рамках Японии уже достаточно, чтобы мы готовились к тому, что и программа количественного смягчения, наверное, непременно будет расширена, если ситуацию не удастся взять под контроль и восстановить инвестпотребительские цены. Я думаю, что явно не удастся. И, в частности, последний отчет по состоянию промышленного производства, который просел на 1,4%, только подтверждает, опять же, правильность шага, на который пошел Банк Японии, потому что это, ну да, признаюсь, вынужденная мера, без нее никак нельзя было обойтись, и японские бизнесмены, наверное, всей политики Синзе Абы должны быть просто благодарны, потому что только благодаря этой политике они хоть как-то еще сводят концы с концами. Что касается дальнейших ожиданий, понятно, что такой агрессивный шаг, он выступает серьезным негативом для японской валюты. Мы это видели еще в пятницу, потому что доллар японская, иена. Мы ориентируемся на отложенный ордер sell stop, точнее buy stop с уровня 120 оказался в игре, в трейдинге. Мы теперь ориентируемся на значение 125, актуальная котировка, сейчас точно скажу, 121.36. Понемногу мы ползем вверх, и резонанс, опять же, от решения Банка Японии, он будет очень значительным. Поэтому 125 мы непременно до этого уровня доберемся. И после того, как Банк Японии в пятницу анонсировал это решение, Goldman Sachs тут же выпустил инвестиционный бюллетень для своих трейдеров и предложил немедленно занимать длинную позицию по паре USD иена и нацелиться даже не на 125, на который поглядываем мы, а на 130 в перспективе ближайших 12 месяцев. Но мы пока давайте все-таки попробуем добраться до значения 125. И это непременно произойдет в самое ближайшее время. Поэтому по евро-доллару упустил я акцент на те ожидания, которые мы по-прежнему сейчас испытываем в отношении этого актива. Это снижение в районе 1.05, стоп-лосс у нас по-прежнему 1.10. USD иена мы в игре ждем 125. Стоп-лосс нужно поставить в районе 118.50. Далее идем. Новозеландец против доллара. На прошлой неделе также этот валютный актив был довольно-таки интересным, потому что мы следили за фактической ставкой. Ставку не изменили. Она на прежнем уровне 2.5%. Но что важно. По факту прошедших комментариев после этого стало ясно то, что Резервный банк Новой Зеландии допускает возможность снижения ставки в 2016 году. Курс Новой Зеландии по-прежнему слишком высок. Для того, чтобы поддержать национальных производителей, валюту нужно, соответственно, делать дешевле. Плюс ко всему, инфляционные ожидания далеки от сливых значений, что еще больше подстегивает Резервный банк Новой Зеландии к тому, чтобы действовать и снижать процентную ставку. Ну и мы знаем то, что один из ключевых фундаментальных факторов – это регулярно проходящие аукционы на молочную продукцию в последние несколько месяцев демонстрируют исключительно снижение цен на это важное, основное и ключевое сырье для Новой Зеландии, что в целом настраивает нас в пользу того, что новозеландская валюта, в принципе, в любой момент может оказаться серьезным аутсайдером рынка. И нам самое главное – использовать потенциал коррекции через отложенный ордер селл-стопа 0.63.95, трехпрофит 0.63, стоп-лосс 0.64.30. Если пара с текущих значений актуальной актеровки 0.64.80 предпримет попытку закрепиться 0.64, я вам обещаю, мы поищем даже более среднюю, а то и даже долгосрочную цель. Между прочим, если далеко не отходить от Goldman Sachs, они ориентируются на возможности снижения пары в район 0.60 до конца первого полугодия 2016 года. USDCAD актуальной актеровки 1.39.89. Думаю, что единственное, что сейчас оказывает поддержку канадца, даже не думаю, а уверен, это, конечно же, восстановление цен на нефть. Кстати, эта ситуация может очень быстро измениться, а значит и канадец также может быстро оказаться в числе аутсайдеров. Здесь у нас buy stop 1.40.50, take profit 1.42, stop loss 1.40. Ну и что касается золота, актуальной актеровки 1.121 доллар за тройскую унцию. У нас идея средняя, даже, можно сказать, долгосрочная на прежних значениях. Sell stop 1.107, take profit 1.070, stop loss 1.125. Пока придерживаемся этих ценовых ожиданий. Говоря про сегодняшнюю торговую сессию, на мой взгляд, она может быть очень интересной. Обычно в понедельник важных отчетов нет, но, видимо, в этот раз исключение, потому что целый блок отчетов по индексам производственной активности market нас ожидает сегодня в Германии еврозона. Здесь я уже настраиваюсь на то, что статистика будет плохой. В принципе, подходит, опять же, негатив прошлой недели. В 16.30 по московскому времени личные доходы в США важный отчет, потому что динамика прироста личных доходов будет сигнализировать о потенциальном росте потребительской активности. А потребительская активность – это, опять же, кладезь для индекса потребительских цен. В общем, хочу увидеть, визуализирую, скажем, даже хорошую статистику. Если это будет так, значит, доллар и японская иена продолжат свое восходящее ралли. В 18.00 по московскому времени индекс разгона инфляции. В принципе, в прошлый раз мы не дождались поддержки от этого отчета. Если все-таки цены на нефть не нашли своего крайне негативного отражения в индексе потребительских цен, думаю, что сегодня и с точки зрения индекса разгона инфляции у нас также появится локальный позитив. Ну и, может быть, даже самое важное событие – это заседание, точнее, даже не заседание, а пресс-конференция председателя Европейского Центрального Банка «Марио Дорогья». Она пройдет сегодня в 19.00 по московскому времени. Возможно, в этот раз мы услышим дополнительные комментарии о потенциальных сроках решительности со стороны Европейского Центрального Банка касательно того, не хотят ли они поддержать, опять же, череду вот этих стимулов, которые, по сути, на этой неделе, точнее, на прошлой неделе, начал Банк Японии, и задуматься о необходимости решения программы количественного смягчения. Если что-то подобное мы, конечно же, услышим, тогда европейская валюта может крайне плохо закрыть сегодняшнюю торговую сессию и пойти еще ниже к нашему целевому значению 1.05. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать форум Amarkets. И не забывайте о том, что в 16.30 по московскому времени состоится вебинар. Соответственно, увидимся уже на нем. Всего доброго. До свидания.